Привет! Если ты смотришь это видео, значит ты фрешмен, с чем я тебя от всей души поздравляю. Возможно, исполнилась одна из твоих самых главных мечт, либо же ты просто всегда хотел связать свою жизнь с иностранными языками, что тоже очень круто. Поэтому я тебя сердечно поздравляю и желаю тебе успехов. И снимаю это видео, чтобы дать тебе парочку советов о том, как выжить в университете, либо же просто скрасить свои студенческие будни. Как от фрешмена к фрешмену, я заканчиваю свой первый год, и на протяжении всего года, первого года моего обучения, я сделала огромное количество выводов по поводу тайм-менеджмента, по поводу общения с людьми, вообще по поводу всего. Я, как этап взросления, переосмысла многие вещи, и мне точно есть чем с тобой поделиться. Так вот, мой первый совет — это научись как можно скорее распределять свое время. Грубо говоря, ты можешь открыть и почитать какие-то статьи или видео, посмотреть на ютубе, связанные с тайм-менеджментом. Звучит скучно, но я тебе гарантирую, что это поможет, особенно если ты живешь в общежитии. Привет всем, кто живет в общежитии. Потому что в общаге довольно-таки тяжело организовать свой режим дня, по причине того, что ты не всегда можешь поладить с соседями, во-первых, а во-вторых, ну, тяжело существовать в среде с другими людьми, согласовывать с ними свой режим, потому что, знаешь, многие могут шуметь, многие могут сидеть допоздна, а ты хочешь высыпаться, хочешь быть полным энергии с утра, поэтому тебе нужно сразу определиться со своим режимом дня и договориться с твоими соседями. Ну, я думаю, все будет круто. Так вот, если ты фрешмен, ты, вероятно, не знаешь, но у тебя будет задание на всю неделю, что очень круто, потому что ты можешь делать какие-то задания сложные заранее, и ты не будешь переживать из-за того, что ты что-то не успеешь, потому что у тебя будет уже знание о том, что будет завтра, какие вы будете разбирать задания, что-то вы будете учить, и, то есть, если, смотри, у тебя плохая память, как, допустим, у меня, то это тебе особенно пригодится, потому что часто вам будут задавать что-то связанное с запоминанием огромного количества информации, допустим, выучить стих или выучить что-то, какую-то, не знаю, поэму, допустим. И если тебе тяжело будет это учить за один день, то благодаря такому расписанию на всю неделю ты можешь выучить это всё заранее и не, как бы, не волноваться на ничём. Так вот, второй мой совет, пожалуй, будет связан не сколько с режимом дня, а сколько с мобильностью. Пытайся максимально быть в курсе всех событий. У вас наверняка будет с ребятами общая беседа ВКонтакте, также будет беседа с учителем, что очень круто, потому что ты будешь узнавать о каких-то изменениях в расписании, которых будет очень много. На личном опыте могу сказать. Но не переживай по этому поводу, вас всегда будут информировать, в принципе, и поэтому проблем, я думаю, не возникнет особо серьёзных. Ещё один совет. Постирайся максимально быть активным на парах, даже если ты стесняешься говорить по-английски, или ты ещё не умеешь. Вам всегда будут давать возможность высказать своё мнение или, допустим, банальную вещь, но ты можешь рассказать, допустим, как прошли твои выходные, и это пойдёт тебе на пользу. Используй эти шансы по-максимальному просто. Вам всегда будут давать возможность сказать своё мнение, вас всегда будут слышать, поэтому это очень круто, что вас будут ценить, особенно если вы будете учиться у Мисс Би, то я просто всегда поражалась её гостеприимству и тёплым отношением к студентам, поэтому вы точно просто будете окружены заботой, и вас всегда будут беспокоиться, и вас всегда будут слушать и слышать. Поэтому это очень круто. В заключении могу сказать, что я даже не заметила, как пролетел мой первый год, и что уже в следующем году я не буду фрешменом, и это очень непривычно для меня, но я получила огромное количество впечатлений, больше позитивных, чем негативных, огромное количество опыта, и я очень довольна, что я учусь именно в этом университете, именно на этой специальности, и я абсолютно счастлива, могу прям честно сказать. Я думаю, пора уже заканчивать это видео, и я бы хотела вам пожелать успехов. Никогда не бойтесь совершать ошибки, не смотрите на оценки. Оценки — это просто объективная цифра, цифра, как бы, ваших знаний, но главное — не расстраивайтесь, главное — это смотреть на свои ошибки. То есть вы должны делать какие-то выводы, не бойтесь спрашивать, не бойтесь писать учителю, если у вас какие-то возникли вопросы, допустим. То есть очень важно именно разбираться в своих ошибках, анализировать их и исправлять. Это важнее, чем оценки, но оценки тоже стоит, конечно, воспринимать, я считаю, мотать на уст, так сказать, потому что, возможно, у вас в каких-то заданиях будут недостатки, допустим, в лисонинке или, допустим, в фонетике, и просто знайте, что всё можно исправить. Так вот, я желаю вам удачи, терпения, успехов, у вас будет очень много веселья, поэтому всё будет cool. Всем пока!